Приветствую друзья! В начале выпуска срочная информация. Самолет, на котором Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, экстренно сел в Омске. Издание Национальной медиагруппы, совет директоров которой возглавляет известная Алина Кабаева, которая близка к Путину, как вы все знаете, опубликовал видео госпитализации Алексея Навального. Он попал в реанимацию после выпитого в аэропорту Томска чая. На записи видно, что политик находится без сознания его помещают в машину скорой помощи. Что это? Отравление, преступление, очередное наступление на оппозицию? Мы продолжим следить за этой ситуацией. Ну а теперь к основной теме выпуска. Протест в Ульяновске продолжается. Ульяновск стал первым городом, где активно продвигают эксперимент по выдавливанию КПРФ с политического поля. Для этого используют все возможные способы и самое неприятное, что используется судебная система для этого беспредела. Как я уже и говорил ранее, КПРФ меняют на путинских коммунистов партию Коммунисты России. Это самые настоящие спойлеры, которые, как я понимаю, призвали для того, чтобы полностью выдавить КПРФ. В понедельник ленинский райсуд Ульяновска продолжил рассмотрение исков кандидатов в городскую думу от партии Коммунисты России, требующих снять с выборов кандидатов от КПРФ. На данный момент снято уже 18 кандидатов. Налицо прямо-таки верное снятие всех и вся. Лидер коммунистов России Сурайкин заявил, что это правовой ответ их партии на хулиганские выходки КПРФ. Он отметил, что его соратники намерены добиваться лишения регистрации всех кандидатов от КПРФ и, хотя сроки оспаривания решений избиркома о регистрации стекли в понедельник, они будут подавать новые иски по вновь открывшимся обстоятельствам. Ну, в общем, полный беспредел, который активно поддерживает суд. Давайте сейчас посмотрим, что происходит в Ульяновске. Закончился уже третий день протеста депутата Госдумы Алексея Куринова и его сторонников. На площади 30 лет победы заканчиваются третьи сутки нахождения здесь на шаге. Я напомню, что мы находимся здесь в знак протеста Янахову, здесь в знак протеста против снятия уже 18 наших товарищей с гонки предвыборной в городскую думу. На наш взгляд, эти решения приняты абсолютно незаконно и деньги, эти решения приняты абсолютно несправедливо. Ну и, соответственно, мы требуем восстановить наших товарищей, восстановить, собственно, интригу, которая существовала, потому что, на наш взгляд, Единая Россия, ее кандидаты и многочисленные спойлеры, которые сегодня существуют в городе Ульяновске, в принципе, городскую думу должны и могут проиграть. И поэтому они выбрали самый нечестный способ это снятие через суд по абсолютно надуманным формальным основаниям. Вот мы находимся здесь третьи сутки, приходят люди, приходят проезжающие, выражают нам свое, в данном случае, свою поддержку, и эта поддержка усиливается. С своей стороны, каждый день в 18.00, я напоминаю, мы проводим здесь встречи с избирателями, ну а в субботу приглашаем всех в 11.00 на встречу с депутатами Государственной Думы, которые прибудут сюда, на эту площадь. Завтра здесь будет Николай Бондаренко, известный блогер, то же самое, кому интересно, в 18.00 завтра ждем вас здесь, и в 11.00 в субботу 22 августа. Приходите, поддержите нас, и самое главное, поддержите себя, свое право, право на выбор, право на то, чтобы считаться по-настоящему хозяевами этого города, а не какими-то винтиками, какими вас пытается сделать или хочет представить Единая Россия во главе с губернатором Мородовым, осточертевшим, владаевшим всем, и вот этой вот командой жуликов-воров из известной партии. Всего вам доброго! Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте нам новые комментарии и вопросы, вы будете отвечать на них в ходе прямого уфа. Всего доброго! Что касается партии спойлера коммунисты России Сурайкина, то у них довольно странный лозунг используется в предвыборной кампании в Ульяновске. Скумбрия – полезней курицы. Именно такой лозунг используется. Видать, властимущие считают себя скумбрией, а всех остальных – курицей, ну или петухами. Наверное, так можно расценить данный недолозунг. Поддержите Алексея Куринова в Ульяновске, в его борьбе, и на данный момент все, скоро мы снова встретимся с вами. Субтитры создавал DimaTorzok